Друзья мои, всем приветствую на моем канале, где я рассказываю о жизни обычного парня простого. Сегодня поговорим на тему кризиса. Глупо не признавать, закрывать глаза о том, что мы на пороге очень трудных времен. Ребята, сразу говорю, это большая ошибка, если вы скажете, что нет-нет-нет, все хорошо, меня это не коснется. Это коснется каждого из нас, каждого зрителя, каждого человека, каждого русского, украинца, всех нас туда тянет. И ничего сделать мы с этим не можем, с этим кризисом, с этими экономическими проблемами. Видео в первую очередь будет мотивационное. Я не хочу в вас селить страх, неуверенность, наоборот, я хочу, чтобы вы понимали о том, что из любой ситуации вы делаете выбор. Самое главное, чтобы он был осознанный, куда уйти, в разрушение, либо, наоборот, в выживание, в развитие, в какую-то перспективу на будущее. Сегодня мы с вами разберем, что вообще происходит, и как вообще сделать правильный этот выбор. Поехали. Итак, ребята, экономическая ситуация в стране. Да, на нас вводят санкции, да, плюс война, это тоже растраты. Все, безусловно, начало серьезных проблем кризиса. Первый, ребята, что с нами случится? Я сначала сделаю прогноз, потом расскажу, что с этим делать. Вырастут цены на продукты. Где-то 20-30% в течение полугода у нас будет поднятие цен. Второй момент, упадут доходы наши, зарплаты. Да, даже если вы работаете в белой компании, как я, в любом случае нам порежут зарплаты. То есть, есть премии, бонусы, надбавки, категории, еще что-то. Это все легко срезается. И не потому, что работодатель пользуется моментом, типа, ааа, не заплачу. А потому, что у него реально нет денег вам заплатить. Потребительский спрос падает, доходы в компанию падают. Тем самым, он вынужден экономить ваш работодатель. Если вы работаете в черной компании, где зарплата в конвертах, вам просто положат меньше, либо вас просто уволят одним днем, ребята. Вот, что нас ждет. Еще раз, я не нагоняю страха. Мы дальше разберем, что с этим делать. Я просто хочу, чтобы вы осознавали, что с вами может случиться. Конкретно на себя могу сказать, что со мной может случиться. Я работаю в белой компании, мне могут порезать зарплату. Ее могут порезать до 30 тысяч рублей в месяц. Следующий момент, мои квантеранты. Они сами из Узбекистана. Сдаю им комнаты. Доллар сегодня сколько? 150. Я снимаю ролик на утро понедельника. 150 рублей долларов у нас, ребят, на бирже. Им просто невыгодно уже находиться в России. Им выгоднее уехать домой к жене, к детям и там жить. Не платите за жилье, за патент. Скорее всего, мои ребята, квантеранты, уедут. Как уедут, ребята, я буду снимать отдельный ролик, что я буду делать. У меня на это есть запасной план. Дальше, ребята. Давайте поговорим про наши расходы. Основные четыре категории моих расходов. Это первое. Коммуналка. Здесь вообще нереальность экономить, ребята. У меня и так счетчики и на воду, и на все. То есть я особо много не трачу. Однако, но коммуналка здесь никак не выкрутится. Следующий момент. Проезд. Проезд в Питере стоит туда-обратно, мне на работу 120 рублей. С весны я езжу на работу на велосипеде. Экономия, экономия. Следующий, ребят, момент. Ипотека. Ипотека у меня ежемесячно составляет 21 тысячу рублей. Опять же, здесь никак мне не сэкономить. Если только идти в банк и договариваться о рефинансировании, тем самым увеличить срок кредита. Пока тяну. Пока нормально. Если столкнуть, вам расскажу. Следующий, ребят, момент. Продукты. Здесь, в принципе, можно экономить. Однако, конечно, хочется правильно питаться. Хочется есть овощи, фрукты, вкуснятина, мясо и, собственно, все, что вы любите. Однако, ребята, давайте так. Чтобы сэкономить, пока мы только нащупываем этот кризис, я рекомендую ни в коем образом не заказывать готовую еду, готовить все самому, покупать продукцию в магазине и даже на работу не ходить в кафе, а брать с собой. Я так делаю, так получается действительно экономнее, потому что, когда ты покупаешь капусту, мясо, сам делаешь там голубцы, котлеты, это растягивается на 3-4 дня, чем ты просто сходил в кафе, поел. И вечером после этого обеда нужно опять что-то кушать, ребята. Дальше момент, ребята. В принципе, все основные траты я рассказал. Проезд, коммуналка, ипотека, продукты. Продукты, опять же, да, есть разные магазины. Я, кстати, недавно видео снимал про народные, вы видели цены. Сходи туда дешевле, дешевле, да, на процентов 10-20 будет дешевле. Так, коршуна мои. Дальше. Что дальше? Я, видите, не подготовился немножко сегодня, потому что ситуация такая сложная. Сегодня видео снимаю, завтра оно уже неактуально, поэтому я тут же снимаю, тут же выкладываю. Тоже в таком авральном режиме с вами работаю. Так, я улыбаюсь, ребята, все хорошо. Для русских у нас мирное небо над головой. Для украинцев скажу отдельно, что вам делать, ребята. Я с вами, я вас люблю, украинцев. Я знаю, что после моего видео, где я высказал мнение Украины, вы многие от меня отписались. В любом случае, ребята, человек, который остановит войну, я ему пожму руку. Не важно, кто будет этот человек. Американец, русский, украинец, денеровец, еще что-то. Так, с этим разобрались. Что не нужно делать, ребята? Ни в коем разе не нужно брать кредиты потребительские, я имею в виду. Никогда не сейчас вообще не время. Тем самым вы еще больше загоняете себя в кабалу. Не нужно закрывать глаза и признавать о том, что это со мной не случится. Не нужно винить всех вокруг своих бедок. Здесь ключевой момент. Когда вы начинаете говорить о том, что Украина виновата, Америка виновата, там еще, не знаю, Байден виноват, тем самым вы с себя снимаете ответственность и разрешаете себе ничего не делать в этой ситуации. Это проще всего сложить ручки и сказать, что все вокруг виноваты в моих экономических проблемах. Ребята, мы должны с вами быть гибкие, лобильные, умеет подстраиваться под любую, даже самую сложную ситуацию, выкручиваться. Помните, побеждает не самый смелый, не самый умный, не самый богатый, а самый хитрый, проворный, который умеет подлезть где-то, да, и выкрутиться. Вот что я имею в виду. Будьте такими людьми. Я человек, который жил в Белоруссии с Лукашенко, с санкциями, который пережил кризис 2014 года, который потерял бизнес на пандемии. Еще раз могу сказать, что выжил исключительно из-за того, что я был хитрым, умел манипулировать и подстраиваться под ситуацию. Будьте такими же, пользуйтесь моментом. Так, что еще, ребята? Что еще? Вы знаете, я хочу немножко вас поддержать, сказать, знаете, мы такое интересное время живем. Но все события, которые через нас проходят, мы являемся ими живыми свидетелями. Мы не в книжке читаем, что происходит, а реально через 10, через 20 лет, конечно, когда у нас будут спрашивать наши внуки, правнуки, дети, мы прямо будем рассказывать, что да, вот было так, сынок, я знаю, там, я знаю, там, достаточно интересное время. Посмотрите на эту ситуацию с такой точки зрения. Сейчас мои любимые украинцы, я сейчас к вам обращаюсь. Ваша экономика, она просто убита напрочь. Все, ноль, ноль, остановлено все полностью. И, естественно, когда это все закончится, вы столкнетесь с жутким дефицитом, с проблемами, которые нужно будет как-то решать. Что в вашем случае, вот данную секунду делать? Ребята, выжить. Ни в коем случае не лезть на рожон, никому ничего не доказывать. Если вы не уехали с территории Украины, сесть на свой подвал и переждать вот это трудное время. Ваша задача сейчас выжить. Когда ты живой, когда ты здоровый, когда у тебя есть руки, ноги, голова. Главное желание. Главное желание и все получится. Дальше посмотрим по ситуации, что у вас будет. Скорее всего, я рекомендовал бы уехать из страны, ребята. Это очень хорошая возможность. Сейчас, приезжая с Украины в Россию, я уверен, вам пославят режим. Вы будете работать наравне с нами, с русскими, под мирным небом. И все будет у вас хорошо. Отдельно буду снимать под эту тему. Я не агитирую, ребята. Я просто рассказывал, как я поступил бы на вашем месте. У вас тоже есть свое мнение. Вы можете делать, как вы считаете. Это ваше право, ребята. Я просто рассказал. Я когда-то переехал с Белоруссией в Россию. Я об этом не пожалел. Так, русские мои, друзья, любимые. Русские, русские. Хочется делить, конечно, нас русские, белорусы, украинцы. Все одна семья. Но такая ситуация, ребята. Кто воюет, кстати, кто воюет? Воюет Россия и НАТО. А Украина, я не хотел это говорить, Украина является разменной монетой в данной ситуации. Причем, знаете, как интересно. Вы заметили, что Путин сказал, что я подготовил ядерное оружие не для Украины, для Америки. Вот так, ребята. Так интересно складывается комбинация. Шахматная игра ассоциируется. Так, русские, что мы с вами должны делать? Не отвлекаемся. Меньше смотреть телевизор, больше гулять, заниматься физическим спортом, отдыхать. Потому что это все мы тем самым, скажем, кормим нашу тревогу, нашу неуверенность, наши страхи. Нагнетаем это все. Нет, нет, нужно от этого отгораживаться. Да, быть в курсе дел. Да, анализировать. Да, смотреть. Однако, вот так, на расстоянии вытянутой руки. Нет, не подпускать к себе. И готовиться к финансовым проблемам, ребята. Цены вырастут, зарплаты упадут. Все. Дальше, как будут у меня случаться трудности, я вам честно буду рассказывать на своем YouTube-канале. Ребята, нет чего не скрывая, с какими экономическими трудностями я буду сталкиваться в течение этих полугода. Этого полугода. Завластной план у меня есть, да. У меня график работает два через два. Я посмотрел, что нам здесь, рядом с моим домом, в принципе требуются дворники. Да, ребята, дворники. Вы не ослышались. С зарплатой 25-30 тысяч сработает два через два. Почему дворник? Ребята, я работаю с людьми за компьютером. Я не смогу еще два дня работать с людьми и за компьютером. Мне нужна смена деятельности. Дворник, свежий воздух, физическая нагрузка. Это то. 25 тысяч меня выручат. Ребята, еще план, конечно, продать комнаты, загасить ипотеку. Что будет? Я буду действовать по ситуации. Я не боюсь. Я готов. Я выстою, и вы тоже со мной это сделаете. Мы с вами пройдем этот трудный жизненный путь. У нас нет выхода. Мы не пойдем с вами в разрушение. Мы будем двигаться вперед. Помните, пожалуйста, что любая экономика, она, как и мы, не может стоять на месте. Она либо кубарем катится вниз со скалы, да, с грохотом, что сейчас в данный момент происходит, либо начинает расти вверх. Я предполагаю, что в августе наш вот это падение сменится ростом, ребята. Вот так. Я не буду смотреть сегодня новости. Я выкладываю тут же ролик на YouTube. Сегодня же, как и вот все это вам рассказал. Завтра планирую с вами выйти в прямой эфир. Будем обсуждать в прямом эфире. В сообществе вам напишу, есть какие-то новости будут. А сейчас, ребята, я поеду гулять в Сестроецк. Мне нужно немножко отдохнуть, нормализовать свой сон, свое состояние. Потому что я чересчур, через себя все пропустил. К сожалению, я себе это позволил. Это была моя ошибка. Ребятки, что еще? Что еще? Брат ко мне приезжает. Когда? В субботу. В субботу вот это он приезжает. Брат ко мне. Мама там уже надавала там сало, что там мясо. То есть говорит, Женька, время трудное. Бери как-нибудь. Ну, все равно это поддержка, пока Ваня едет. В общем, ребята. Что еще? Все поездки, конечно, я отменяю. Все покупки какие-то, которые я планировал, там шторы. Все, 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 сейчас какая-то копейка остается, я храню для того, чтобы в случае чего я мог загасить ипотеку, заплатить коммуналку, ребята. В случае каких-то трудных моментов. Пока все хорошо. Пока держусь. Вам еще раз честно буду все рассказывать, ребята. Вот так. Ну, что еще новости? А, ну, 21 числа мне Google прислал письмо о том, что вам переведены деньги за монетизацию. Сегодня, 28 февраля, деньги не поступили. Написал в Google, они сказали обратитесь в банк, написал в Забербанк, они сказали платежа не видим. Если в течение 15 дней деньги не поступят, рабочие дни, внимание, то обращайтесь в компанию за какой-то выпиской, ребята. Буду вас информировать о том, как я решаю эту проблему. Обязательно выйдет ролик, ребята, про монетизацию. И еще, ребята, момент, момент. Блогеры, я сейчас к вам обращаюсь, которые сейчас сделали шаг, уйти в депрессию, в этот печаль, в этот страх. Ребята, люди нуждаются в ваших роликах, люди нуждаются в вашей поддержке. Снимайте, рассказывайте. Все мои блогеры, которых я смотрел, все почему-то перестали снимать видео. Что с вами происходит? Да, упали просмотры. Да, отписываются люди, потому что сейчас тема Украины актуальна. Зритель ушел туда. И вместе с тем мы должны работать, мы не должны останавливаться, понимаете? Пока вы в депрессии, ваши конкуренты снимают и завоевывают новую аудиторию. Понимаете, что происходит? Ребята, нельзя останавливаться ни в коем разе, ни в депрессии, ни в проблемах. Да, сложно, да, эмоционально трудно. Я все равно беру камеру и снимаю. Мой зритель нуждается в моем присутствии, в моей поддержке. Поддерживайте ваших людей. Они нуждаются в этом. Они просят у вас, пожалуйста, поддержи нас, расскажи, расскажи, что будет хорошо. Успокой меня. Люди в этом нуждаются, ребята. Вот так. Вот так. Все, коршуны, я вас люблю. Обнимаю, целую. На связи, на связи, ребята. Поддерживайте меня в комментариях, а я вас в видеороликах. Пока, ребята, пока. Субтитры сделал DimaTorzok